Музыка 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 Может, тоже Кудина, Маринок, с величайшей ответственностью. Но я посмотрел, может, это так, чтобы специально, я многим говорил, а вот, допустим, вишня там за 2-2,5 месяца, или говорил, допустим, абрикос 1,5-2 месяца, может, эти данные взяты, кто-то уже свои имеет, свой опыт изложил. Может, это с интернета, но они близки к истине. Вот этот разброс, ну, куда от него деться, вот 90-е, это 3 месяца, 120-е, это 4 месяца, вот. Лежит у одного края холодильника, будет вам 120, лежит у другого, будет 90. Попробуй точнее. Я просто лишний раз подчеркиваю, вот, что надо это всё учитывать, значит, надо по принципу «бери больше», холодильник больше, и можно в 2 разных этих сроках, можно половину под зиму, можно половину зиму стрельфицировать, а можно стрельфицировать сейчас 100%, ну, в 2 разных срока, например, в 90 дней, в 120 дней, как угодно. Но у большинства результаты неплохие. Теперь знакомность с уссурийской грушей. Я это показывал вам, но покажу ещё раз. Почему? Потому что приходит время стрельфикации. Вот сливой, повторяю, уже у меня в Сыром Песке покупать будете, они уже пойдут к вам уже тяжёленькие, чуть посылка дороже, но уже как положено. А там пару важных советов, чуть ниже. Итак, уссурийская груша моя. Уссурийская груша, вот так, великойка. Знаете, я чувствую шкуры всегда, какие у неё из всех груш, мне приходилось выковаривать груши с культурным сортом, полукультурным. Но самые мощные, такие, я их даже чёрные, я чувствую шкуры, сколько сил именно у уссурика. Вот, вот они, да? Потом я их помещаю в такие пакетики. А потом подписываю, а потом я они не высылаю. Холодильник. Холодильник. Это моё любимое занятие, не переписывать чужие советы, большая часть которых не просто дебильные, а предательские, потому что они верят. И в это всё прорезало моё в холодильнике, внимание, время, 21 февраля, два месяца. Так, проклюнулась на правосиноке, смотрите пока, проклюнулась 20-40%. Обратите внимание, как проклюнулись. Это очень важный момент. Раньше я его распространял только на косточковые. Так, почему? Ой, как они жрут влаги. А эти-то тоже не браки. Смотрите. Это мелкие-мелкие вот эти семечки, да, видите? Проходят два месяца в нормальном холодильнике. Вы видите вот эти беленькие эти? Это хвосты, это корни. И когда я их начал распаковывать, вот я их распаковывать, я для вас сделал. Врушил шоуиска, через два месяца проклювается каждая третья, каждая пятая семечка. И они же всю благу отсюда высасывают. Поэтому они не просто зашли, заметьте, они переросли. Вот это уже для этих кокористов длинуется спичку. А с вами влаги не хватило спят. Нет, это не факт, что они не взойдут, если вы посадите. Я просто про характер. Тут вступает действие, так называемая, конкуренция. Кто-то зашел на ее раньше, и влагу-то вообще высосал. Вот. Она превратилась в корни. Они же не из ничего. Вот так. В общем, ну куда, понятнее-то. Вот это для вас. Потом проходит май-июнь, я в июне. Вот так решение раскупили. Например, я беру и достаю семечки. Вот. А здесь уже схожесть. А не знаете, почему в таком виде? Потому что эти были расспасованы для пересылки. Так. Себе осталось только на них время. Ну, допустим, там шесть суток, нисколько. Вот. Все. А эти-то в банках лежали. Вот банки лежала. Там хватало влаги. Вот результат. Видите? Вот. А потом мне говорят. Вы мне прислали сухие семена, они не взошли. Знаете, как обидно? А им два варианта. Взошли сгнили, не взошли, а сгнили. Чуть-чуть перепелись на свете шкили. Они... Это самое... Просто не хватило влаги, чтобы лопнуть. Ну, и я уже специально выбрал другой вариант. Вот. Дело в том, что это уже уехали. И потом мне мои семена присылают... Нет, не семена. Мне присылают картину такую. Вот. Тут уже картина под названием «Опоздание». Вот. Какие-то из них человек расковыряет, что-то из них возьмет. Вот. Совещься знаю, что я делал. Когда прошло время. А заказы идут. Я начал кладить два раза больше. И уже в мае меня просили. Я говорю, получите переросшие невероятные, большая часть. Я вместо десяти уже не двадцать клал, а тридцать клал. Из чистой совести. Потому что хоть что-то у людей зайдет. Ну, не ждите домаем. Вот. Вот этот момент отразил. Он имеет и материальную основу. Мне хочется оставаться самым чистым. Из всех сонародных. Помните. Сады Урала. Вот. И фотографии украденные. Вот. Зачем вырываетесь в свой сад? Пошел сфотографировал. Так. Груша усулийская. Это. Ну. Пусть это не в этот год. Ну, в принципе, такой же. Поняли, да? Начинается с этого. Это как витрина. Караул пора садить. Поняли, да? Самую идею. Когда стеклянная банка. Когда достаточное количество семян. Делается так. Слой семян. Некоторые я еще прижимаю. Как это самое. Прямо в стекло. Вот. Потом слой песка. Слой семян. Слой песка. И караул пора усаживать. Ну, и запасной вариант. Мы о нем столько раз говорили. Караул пора усаживать. Куда вот это усадить? Да, допустим, на улице продуга. Вот это. Это мой подоконник, так? Вот. А есть уже этот. Как его? Вот он подземный гараж. Семь лет. Ладно. А если бы снях лежал? Тогда уж кто еще по горшкам? Но холод уже. Который раз. Холод, холод, холод. Ну, вот мы сегодня про горшки конкретно говорим. Вот. Посадка. Тоже плохо не закончили мы сегодня. Так. Посадка. Однажды я... Ну, посадка, в принципе, вы видите, да? Снимок характерный, как всегда, есть несколько тем. Вот одна из них. Это посадка. Уклон есть? Есть. Посадка на холм есть? Есть. Дерево когда-нибудь сгриет? Нет. Но мы сейчас говорим про груши. А здесь посадка на груши. И у меня... Я не знаю, как получилось. У меня была еще фотография. Сделанная, ну, может быть, месяцем позже. Может, двумя. И у меня тут прошло так. Значит, метр густо-густо-густо-густо-густо. Мне же семян так делать некуда. Много. Вот. Потом раз, метр пусто. Метр густо. Метр пусто. Вот без всякой системы. Но половину взошло. А я почему так говорю? Дело в том, что... А они должны были все это... Ну, в виде репортажа от Железова. Головина Ирина Владимировна. Главный редактор Позерда. И Стиверин Василий Накентьевич. И я для них старался как... Я уже начинал тогда... Я старался не читать ничего. Вот. Мне задают вопрос. А сделайте нам специальный снимок. А здесь подготовьте статью такую. У нас читатели вопросы дают. Почему не всходят? А у многих же земля, она, когда перекопанная, высыхает. А семечки-то надо садить-то перекопанную землю. Так же. Мы же не этот самый. Не относимся к таким фанатичным этим самым. Кто слушает тех, кто давно нас уже... Ой, фамилии неудобно говорить. Короче, рассыпайте семена. И они сами взойдут. А сейчас. Так вот, нам надо в такую землю садить. А земля бывает, когда высыхает, имеет твердую корочку. И действительно, такие вещи бывали. Даже у меня в саду. Не каждый год, но бывали. Может быть, быстро, после дождя наступает жара. Твердая корка. И тут я говорю, ну ладно, я сейчас придумаю вам. Ну и придумал. Сделал бороздки. Посеял эти самые уссурийские дикие груши. И сверху песочком. Ага, поняли, да? И почему у меня получился 50%. Я сейчас его не отрицаю. У кого же это же самое, как сказать, как раз может быть та самая земля, которая высыхает до прочности бетона. И правда их не пробьет этот росточек. Вон они справа, смотрите. Казалось бы, откуда сила. И вот, значит, потом уже, когда фотографии сделала, кажется, что не все фотографии сохранены. И там у меня было метр густо, метр пусто. Причем у меня ровно пусто. И тогда я только понял. Песочек так быстро высыхает, что не хватило влаги где-то... А понимаешь же как? Лейкой, да? Ну а что такое лейка? Ливанул так, ливанул так. Где-то не хватило, и они просто не взошли. Понятно, да? А где хватило влаги, там взошли. Это один из вариантов. Обычная мы садима обычной земли, мы песок не используем. Так. И, наконец, глядя на правый снимок, я его делал в прошлом году. Это уже перекопанная на поле земля. А на ней годом раньше были груши. Мы зашли, сколько там зашло. Я вам показывал фотографии. И еще покажу. Потом пониже. Вот. Вот это уже вторичные всходы на второй год. Так что не теряйте надежды, но... В общем, поняли, что я имел в виду. Следующий снимок. Вот я в саду одного из садногорцев. Вот. Вот этот участок, это пригород, да. А перегнаю всех, а навозы девать некуда. Ну вот он решил груши угробить. Видите? После моего мата он, конечно, это... Все бы ничего. Кстати, обратите внимание на форму груши. Человек предупрежден, руки пообрываю. Вот ненависть заключается в том, что он должен был, как большинство из вас, вот смотрите, вот эту. А прямо за это отрезать? Она не нужна. Вот руки... И эту отрезать. А вот эту отрезать, потому что она... Ну как ее плодов это назвать нельзя. Обычно нижняя там... Ну дадут пару этих... Пару плодов и все. Убрать. Потом начинается развилка, да. Вот. И вот смотрите, это как эти самые клоуны из передачи... Чик, чик, чик с секатором, да. И не мешают, вот совершенно. Чик, чик, раны, раны, чик, чик, чик. Вот это вот идиотизм. А форма груши... А потом еще надо ее делать чашей. Знаете, что такое чаши? Средним вырежем. А эти наклоним. Груша. Который раз, уже не вам, уже им. Но как до них докричаться? Как сделать с собой... Это... Прямо вот зал, колонный зал, там железо... Это... Который стоит на трибуне. У него указка огромная, как сейчас делают этот экран. И вся Академия наук, сколько влезет. Доценты, вплоть до академиков, до синкоров. И что мы слушали, что... Вот груша имеет свойство... Специально расти вот так. Вот так. Потому что она защищает штамп от этого. От гниения. Не должна влага по штампу. Штамп сухой должен быть круглый год. А вы чашу. Об этом не знает никто. Ни один человек. Я вот этого... Почему то, что настолько очевидно, никто не знает. Почему они задаются вопросом? Почему груши лезут вверх? Почему у них такой же корень? Только вот так... Повернем ее на 180. И вот он, корень. Такой и будет, да. Почему так? А теперь расщепеливаем грушу. Смотрите, вот здесь была отрезана, посажена. Так. Когда ее посадили, она дала два побега. Но как дала? Это одна ветка конкурент. Когда-то она может разломаться. Никто не спорит. Я сейчас никаких советов не даю. Ну, когда пересаживали, правильно, резали. Вот. Я советую не отрезать вот эти ветки. Даже если они не будут плодоносить. Они будут кормить корни. Это все часть дерева. Листочек, который вот здесь рестет, будет кормить все дерево. Вот. Мы себе на этот самый... Мы не отрезаем себе же этот указательный палец. Мы им указываем. А безымянный, зачем нам нахрен нужен кормить его? Если человек живет 70 или там 50 лет хотя бы. Лучше бы 100, да? Почему ему в детстве нельзя ампутировать безымянный палец? Ему даже имя не придумали. Он нигде ни в чем не участвует. Указательный мы носу ковыряем. Правильно? А, сейчас уже нужен. Указательный вдвойне. Сейчас же ему на мышку жмут. В общем, поняли меня. Рельеф уже показывал, еще показывал. Это черебушки. Вот этот рельеф, вот эта крутизна спасла черебушки от уничтожения садов, собственно, руками. Как не пытаются уничтожить? Не получается. Не получается и все. Сильно крутой склон. Не гниют штамбы. А вот этот штамп гниет, полюбуйтесь. Вот чем кончается. А ведь это, смотрите сюда. Вот это, для груши, это груша, кстати. Самая безобидная посадка. Самая, самая безобидная. И она сгниет, ну пусть на пятый год, на десятый. Но сгниет. Я вам уже показывал такие. Вспоминайте. Но сгниет. Даже вот это для нее опасно. Даже это. И даже просто заросшая опасно для нее. И вот она уже, ей всего лет пять, и все уже хана. Уже хана. Вот это я отрезал от соседней груши. Она умерла. Так. А почему я отрезал? Знаете как? Ну, вот чтобы сразу, как бы это вылиться. Вот она здесь гнила. А вот здесь пришлось до этого отрезать раньше. А потом я плюну. А это она стоит здесь. Она не растет. Вот она стоит, да? А вот эта растет, росла. Вот так гниет на ровном месте. Вы представляете, какая ответственность у тех, у этих вот. Вот это штамп, его роль. Еще раз. То, что ветки почти все вертикальные. То, что стоит только обрезать, вместо одной сразу десять полезет. Спасти штамп, спаси штамп. Никто не знает. Вот меня это зли. Двадцать лет я долблю. Ну, хоть бы один сказал. Да, действительно. А вот, пожалуйста, посадка в нашем Сергеевом саду. Это наш род сегодня. Смотрите. Одна тележка. Ну, тут сажен будет небольшой. Даже, это, ямка выкопана. Ну, может, потом, может быть, раз в пять лет только, по-моему, машину перегну. И то, чтобы вот так вот рассыпать. Но это мы проходили. Вот и все. Почва цела, цела. Посажено будет небольшое возвышение. Этот снимок, это как, я говорю, у меня есть снимки, которые войдут в энциклопедию. Но уже в настоящую, в ней дебильную, где энциклопедия, это должно быть только под эгидой государства. Только после того, когда все внимательным образом проглядят и скажут, это имеет право назваться энциклопедия. Это безошибочно. А сейчас каждый второй себе энциклопедию рисует, рисует, рисует. И не знает вот этого. Ну, и пусть мы про груши говорим, но просто этот абрикос, да, который был заглублен, вот настолько, да, а потом раскопан. Это просто, чтобы подчеркнуть, что вот эти, просто, что он имеет брата родного или сестру. Вот это вот, груша, а вот это абрикос. У нас два самых беззащитных вида. Два самых беззащитных вида перед этими. И вспомните, какая у них, соответственно, крона. И какие хэнчаши. Так. Ну, Сергея, получается, сенцы посадил. Ну, вот так они выглядят. Ладно. Кстати, уже годовую прививку. У них такие мощенькие штамбики. Вот. А вот это вот, еще раз, мы про груши говорим. Ну, и два снимка рядом. Почему? Помните, я рассказывал, правда, показывал дерево уже с грушами. Сказал несъедобными. Несъедобные. Это то, что мне отличный мужик, садовод, фанатик, привез и подарил. Мне подарил, повторяю, три груши и 20 сеянцев персиков. Персики огромное будущее. Тем более, у него-то потом они замерзли. У края-то и замерзли. Вот. Персиками он расстался. А груши, не знаю, уже несколько лет нет связи. Она стала плодоносить, но я, пока была маленькая, получился снимок учебный. Учебный. То есть, он привал вот тут. И вот это у него получилось. Ну, неудобно сравнивать с Сергеевными. Вы их видели. Он стоял посреди питомника, да? Вот. Теперь сравните. С виду вроде высокое, вроде метр. А груши-то тут вот столько. А вот это дикарь. И убей, ну, 90%. Я все время пытаюсь понять. Если это дикарь, то, возможно, вот эта часть дикаря, то, чего нет в саду у Сергея, да? И придала вот эту невкусность, дубовость вот кроне. Именно потому, что высоко привито. Я уже не говорю о том, что это еще и опасно, и легко отломается, ну, и так далее. А здесь скажут, ах ты, Релиза, ах ты, 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 ты. Дальше пару матерных слов. А у тебя у самого штамп такой. А это груша. А вот так привито. А я говорю, побоитесь Бога, не пократьте меня пальцем. Она так получилась. Вот получилось и все. Вот. Ну, мы ее, естественно, не это. Оставили себе. Прекрасно растет. Вот, но штамп мы не делали. Привито у земли. Это к тому, чтобы меня это самое, подчеркнуть еще раз. Привито здесь, а здесь у земли. Кстати, вот одна, вторая, сейчас они выросли. Такая густота. Я уже к Сергею говорю, давай это, в середке одну выпилим хотя бы. Через метр растут пять штук или шесть. Нет. Не то, что это самое. Сказал, давай не будем. Ну, вот, еще годик на них черенковых сколько. Ну, а форму, видите, привите груши. Хоть это боковая ветка, которая была выращена из почки боковой. Должна была стать природной боковой веткой, но стала вертикальной, выпрямили. Вот палка, которая была привита. Прязан, да? Вот. Все равно она защищает штамп. Точка. Груша, красный хутор, через дорогу у моих друзей. Вот. То же самое сказал. Попробуйте только взять секатор, руки, я в руки этим же секатором пальцы поотрезаю. Не трогали. Результат видите? Вот это такая получилась. Ну, вот это сразу такая пошла. Почему? Потому что, когда мы выкопали, я обрезал без всякой жалости, корни были слабые. Потому что ком земли обрушился. Я не то, что помню. Просто еще, это старый снимок, в то время я еще горшками не занимался. А когда выкапываешь, у груш никогда корни не держится. Вот. В каких случаях держится, отдельно расскажу. И получилось. Сажен был от тюрька до горшка. Вот. Прижился. И пошел расти куда хочет. Главное, что в нем достоинства. Нет, не крованая. Как безобразных он. Он у них, как груша, растут. А вот этот снимок, лучшая капулировка, я вот так прививаю. Как можно ниже. Еще раз. Даже вот это привито у земли. Только так. Раз. Это лента. Та самая, которую я с вами торгую. Значит, два. Теперь. Вот это вот та же лента. Ну, в смысле, не та же именно лента. А принцип тот же. Это обматывание со всей силы. На грани, как я говорю, порыва ленточек. Я вынужден рекламировать обмоточная лента одной составляющих успехов. Тут, правда, написано «Железо», а тут правильно было бы написано все-таки «Сафронова». Если бы не он, его бы не было. Вот. Так вот. Ну, а я, моя многоморда, это только для рекламы. Стилия русских. Вот такая история. В общем, про ленту все. Не забывайте, что от нее зависит качество прививки. Вот. Ну, что мы будем делать? Интон Валерьевич, все. В наше время и людей жалко. Давайте на этом остановимся. Хотя много интересного впереди. Еще и сверху. Много интересного. Вот. Давайте мы на этом пока остановимся. И перейдем к вопросам. Вот они, тепловые подушки «Железо». Вот видите? Вот так я учился. И это где? Каждый год за 40. Каждый год. Там было тут же рядом, метр двадцати. Огромную воку им показывает температуру зимой. Вот тепловая подушка. Север там. Груши тут. Ну, вот вам, пожалуйста, двигаемся на север. С помощью хитрости. Так, я на кухню. Кажется, опять пронфитно разгуливается. Интон Валерьевич, если вы меня слышите, значит, меняем картинку на вопросы-ответы. А если не слышите, то я вам...